Здравствуйте! Самые интересные люди в этом мире – это те, кто страстно увлечён своим делом. Таких людей немало, но особая категория, на мой взгляд, – это садоводы и огородники. В эфире программа «Сады и огороды». Мы делаем её совместно с журналом «Сады и огороды Приморья». Российское садоводство по своему масштабу и социальной значимости не имеет аналогов в мировой практике. Более 60 миллионов россиян в своё свободное время осваивают неудобицы и пустоши, превращая их в цветущие сады. На дачных участках они делают всё, чтобы обеспечить себя, своих детей и внуков экологически чистой и качественной продукцией. Любой садовод хочет видеть свой участок красивым. Долгими зимними вечерами вынашивает планы посадок, прикидывает, где грядки разбить, что посадить, как дом обустроить. И зима совсем не повод расслабляться. Дачный сезон не окончен с приходом холодов, просто он плавно перешёл в учебные классы и аудитории. Здесь можно посоветоваться со специалистами, узнать о новых технологиях выращивания овощных и ягодных культур, придумать оригинальный дизайн для своей дачи. Эксперименты, как известно, возрасту не помеха. Именно поэтому самые неугомонные, любознательные и деятельные дачники Владивостока спешат каждую пятницу на мастер-классы известного в Приморье ландшафтного дизайнера Регины Ким. Я столкнулась с тем, что люди совсем не знают, как сделать красивым сад. Все привыкли, что есть огород, все хотят красоты, но не знают, как с этим делать. Садоводство – это дело сезонное, и поэтому там всегда прослеживается чёткий цикл. Весной и летом, и в начале осени все в своих садах, все работают, всем, конечно, некогда. И все на практике применяют те знания, которые как раз-таки самое время получают зимой. Зимой – это межсезонье, время спокойно подумать, что посадить в саду, время учиться. То есть для всех садоводов всегда учёба – это зима, осень и начало весны, а весна и лето – это уже сезон, это работа, это любование своей красотой, своими трудами, пожинание своих плодов. Городская школа садоводов и огородников начала работать по инициативе Союза садоводов Приморья и при поддержке администрации Владивостока. Мастер-классы, лекции, практические занятия всю зиму будут проводить специалисты высокого класса, известные профессионалы в области садоводства. Расписание и тематику вы можете узнать на сайте Союза садоводов или по телефону. Как купить дачу и не дать себя обмануть? С этим вопросом мы обратились к Сергею Морозову, эксперту по земельно-правовым вопросам, заместителю председателя Союза садоводов Приморья. Первое. Продавец вам должен предоставить необходимые документы, имеющиеся у него на земельный участок. Это свидетельство о собственности на земельный участок, который сейчас заменили на выписку из Единого государственного реестра недвижимости. И кадастровый паспорт. Второе. На что необходимо обратить внимание? На то, чтобы продавец предоставил документы об отсутствии имеющейся задолженности на земельный участок. Продолжение следует... 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 Мы ждем ваши отклики на сайте программы «Сады и огороды Приморья». А главное, не упустите время оформить подписку на одноименный журнал «Сады и огороды Приморья», который стал основой нашей телевизионной программы. Наша программа подошла к своему завершению. На прощание я предлагаю вам прогулку на вашей даче, которая зимой выглядит просто очаровательно. Сады и огороды Приморья Сады и огороды Приморья Сады и огороды Приморья